Это обзор iPhone 11 Pro Max и это по сути второе видео, потому что первый ролик это детальное сравнение до мелочей с прошлогодним iPhone XS Max и без него этот ролик будет неполноценным, так что проходите по ссылке в правом верхнем углу, смотрите и возвращайтесь и в конечном счете вы получите большой качественный обзор в двух частях. И начнем мы с нейминга. Я лично считаю что Apple в этом году перемудрила и вместо простых и лаконичных названий мы получили сложное для запоминания, с ноткой китайщины, что-то вроде Xiaomi Mi 9T Pro. Хрен разбери, как это запомнить. И люди не понимают, далекие от техносферы, почему iPhone 11 это не продолжение iPhone X. Назвав бы флагманскую линейку 2019 года iPhone 11 R, 11 и 11 Max, промахов бы точно не было. А так у нас есть теперь куча приставок. И просто iPhone, и плюс, и S, и R, RS только нет, и Max есть, и черт тут голову сломит. И только где-то в сторонке сидят владельцы iPhone SE, в простонародье SE немножечко грустят, потому что их линейка компактных смартфонов к сожалению не обновилась. По поводу материалов. Все смартфоны первый месяц я тестирую без чехла и пленок, чтобы рассказать об износостойкости. Но iPhone 11 Pro это исключение. Сейчас расскажу почему. Лицевая панель прочнее не стала. Лысый Nees Brothers показал, что царапины начинаются с 6 уровня, ровно как и на iPhone XS Max. Так что если вы носите смартфон без пленок или стекол и вы не идеально аккуратный пользователь, то готовьтесь к тому, что через годик у вас будет вот такая же жесть на экране. Я даже не помню где поставил эту глубокую царапину. По поводу тыльной панели. Она, конечно шикарна, а матовое стекло практически не собирает отпечатков пальцев. И это вверх практичности. Протираю только линзы, глянце в квадрат, кстати между линзами трудновато вычистить пыль и еще логотип. Нюансик. В сравнительном видео не сказал, что Apple отказалась от всех видов надписей на тыльной крышке. Пропала надпись iPhone и где создана. Минимализм это круто. В европейских версиях к сожалению до сих пор заставляет портить красоту дебильными иконками. Ну и наш фирменный тест на скручивание. В этом году iPhone 11 Pro Max не издает даже самых маленьких звуков. В отличии от того же iPhone 11. Так, что-то едва уловимое в районе блока камер, но в повседневной жизни этого не слышно и это просто блогер доколупался. Это вам не как в iPhone XS Max. Ух, жестко. Но смартфон дико скользкий и если в предыдущих поколениях глянцевая поверхность прилипала к пальцам, то матовая так и норовит выскочить. Именно поэтому лучше упаковывать дорогостоящее удовольствие хотя бы в прозрачный чехол Clear Case фирменный от Apple. И красота на виду, и падение не страшное. А вообще моим самым любимым является фирменный кожаный чехол. По-моему цвета Green Forest. Но очень дорогой. Правда и он скользковат и кнопки нажимаются туго, но может разработаться со временем. Главное чтобы за эти деньги, а стоит он в США 40 долларов без МДС и чуть более 50 долларов у нас, этот поликарбонат с краями изгибкого термополиуретана не пожелтели. Два момента касательно дизайна о которых обычно кричат комментаторы. Первое. Дизайн блока камер. Три момента. В жизни он выглядит лучше чем на промо изображениях Apple. И у производителя особо нет выбора. Нужно что-то делать так чтобы оно отличалось от всего остального что есть на рынке. Для меня лучший дизайн трех камер это прошлогодний Huawei Mate 20. И выглядит норм, и ар недоволен, и блок расположен по центру, отчего практически нет качельки. Кстати, нравятся такие обои? Я их скачал в приложении Сурет. Это спонсор этого видео. В программе вы сможете найти качественные свежие обои отсортированные по категориям. Разработчики не только покупают достойное изображение у фотографов, но и создают их сами. Часть обоев доступна бесплатно, а часть заразовый платеж к Pro версии программы. Ссылочку я оставил в описании. Суть в том, что Apple добилась своего. Это узнаваемый дизайн. И сразу понятно, что это новый iPhone, а не какой-нибудь очередной Xiaomi или Samsung. Да, выглядит эпатажно, и да, не каждому это нравится. Я тоже негативно полгода назад относился к рендерам, но в жизни все выглядит несколько иначе. Хотя у нас вкус и цвет, сами понимаете. И второе, уже после нескольких дней использования вы забудете, что там у вас находится на тыльной крышке, а останутся только приятные ощущения от матового стекла. Ну, если вы все это не упакуете в чехол. Переходим к начинке. И в этом аспекте я хочу начать с самого для меня больного. Автономности. Пожалуй единственным разочарованием в прошлогоднем iPhone XS Max, ну разумеется о ширике я тоже мечтал, для меня было время работы от одного заряда. В годичном опыте использования я говорил, что у меня смартфон редко доживал до конца рабочего дня. И что я могу сказать, на этот раз наконец-таки у Apple удалось сделать по-настоящему автономный флагман. При очень нагруженном сценарии его использованием не хватает аккумулятора с самого раннего утра и до самого позднего вечера, то есть до отбоя. А вообще обычно я его заряжаю один раз в полтора дня. На два дня его конечно уже не хватает. Посмотрев тесты у коллег по цеху можно смело заявить, что в смешанном режиме использования при яркости в 60% он выдает 7 часов 46 минут и это самый автономный iPhone. Задавали вопрос в инстаграме, влияет ли темный режим на автономность? Не на много, но влияет. Но это не тот прирост, ради которого стоит и днем и ночью ходить с этой активированной функцией. Я лично использую ее по расписанию, только ночью. Комплектный 18 ваттный адаптер осуществляет быструю зарядку iPhone 11 Pro Max с самым емким аккумулятором почти на 4000 мАч. И делает он это чуть больше чем за 2 часа. Показатели скорости зарядки среднестатистические. Это далеко не рекордсмен на рынке, но это значительно лучше чем то, что давал 1 амперный зарядник, который заряжал этот смартфон ну очень медленно. Ну смартфона предыдущих поколений. А вот в беспроводной зарядке к сожалению особых изменений нет. Рекомендуемая EPLOM беспроводная якобы быстрая Boost Up зарядка от белки на 7,5 ватта, стоящая каких-то конских денег, заряжает смартфон до 100% больше трех с половиной часов. Так что это скорее вариант для ночной зарядки. Собственно как я ее использую. Производительность на практике. Ситуация аналогична iPhone 11, но я еще раз все покажу и расскажу. Для начала папка. Настройки графики максимум. Ультра разработчики еще не выкатили. Частота кадров ультра. Сглаживание включено. Тени включены. Автонастройки графики чтобы фпс не проседал отключены. Хочу иметь лучшее качество графики вне зависимости от фпс. И да, максимальное количество кадров в папке на айфон 40. Так задумано разработчиками. То что предлагают в сети для достижения 60 кадров сделать через комп я считаю неправильным. Потому что это не решение от разработчиков, а решение от кулибинах. Запись начал после 20 минут игры. Фпс стабилен и ниже 39 кадров не опускался ни разу. Устройство теплое, но не горячее. Играть комфортно. Яркость выкручена на максимум, а автояркость отключена. Сделать это можно если в iOS 13 пройти в настройки, универсальный доступ, дисплей и размер текста. И нужный пункт будет в самом низу. Яркость во время геймплея ни разу не снижалась. И в конце покажу как выглядит интерфейс программы GameBench. Растягиваю главный график фпс и вы можете увидеть ровную линию фпс которая колеблется от 39 до 42 кадров. Бугарки и провалы происходят когда идет загрузка или открывается какое-нибудь меню. Например я проверял яркость. Это уже чистая системная фича. И да, замеры производятся через утилиту GameBench. На Android ее можно скачать непосредственно на смартфон и в комьюнити версии это бесплатно. Нужно только немного с настройками пошаманить и если нет рута, то через шнурок завести с компьютера, а уже затем отсоединять его. С iPhone все посложнее. Тестировать необходимо через программу для компьютера. Более менее объективного режима тестирования без провода сейчас нет. Он был, но разработчики его отключили из-за багов и незаписов. По проводу тестировать не объективно, потому что смартфон заряжается от компьютера, что привносит дополнительную нагрузку на аккумулятор и его нагрев. Но как показала практика iPhone 11 Pro, Pro Max и даже просто 11 айфону это все равно. Все идет отлично. Сейчас на экране Shadowgun Legends. Ультра настройки 60 фпс. Минимальный фпс в игре, он же и средний 59. Игрушка довольно требовательной графики. Нагрев опять же средний. Яркость устройства не снижается. Игра идет идеально. Как видите, линия всего графика фпс от времени опять же четкая и ровная. По поводу самого геймбенч. Способ его распространения конечно ужасный. Разработчики не продают ни программу, ни подписку. И купить на официальном сайте просто так ничего нельзя. Нужно писать им лично. Объяснять зачем оно вам надо. И потом они будут вам продавать часы использования программы. У меня аккаунт для СМИ с небольшим количеством часов, которые мне дают на 3 месяца. Мне такой подход разработчиков не понятен. Но другого выхода как замерять фпс на айфон и я не вижу. Хотя нет, вижу. Это мои глаза. Но для требовательных зрителей это не показатель. И я их понимаю. И действительно, если на предыдущих поколениях айфон я замечал снижение яркости и ощутимый хоть и не критичный нагрев, то в айфон линейке 2019 года все просто отлично. Независимо от того, что материнская плата тут используется запаянная и компактная. Хотя такое решение используется начиная с айфон 10. Последняя игра Грид Автоспорт. Настоящий консольный уровень графики. Похоже максимальная частота кадров ограничена разработчиками 38 кадрами. Потому что никогда игрушка не выдавала больше. Минимально встречающаяся частота 35 кадров. По части производительности к айфон 11 и 11 Pro, а в моем случае Max у меня претензий нет. От слова совсем. Еще был хороший вопрос. Насколько отличаются скорости обработки видео после внесения правок в штатном приложении фото. Для этого я отснял на 11 Pro Max видео длительностью в 1 минуту в 4К 60 кадров. Скинул его на 10s Max через AirDrop и применил одинаковые по числовым значениям настройки. Результаты скорости рендера на экране. Переходим к камерам. Моя главная задача в сравнительном тесте показать насколько камеры айфон 2019 года они идентичны абсолютно во всей линейке 11, 11 Pro и 11 Pro Max. По сравнению с предыдущим поколением в лице iPhone XS Max. Там была аналогичная ситуация. Основная линза во всех трех смартфонах была идентична, а в Air не было телефото модуля. Так что начнем. Итак, основной модуль светосила осталась прежней. Судя по тому, что дают агрегаторы с техническими характеристиками, матрица тоже осталась прежняя. В дневных фото складывается впечатление что блогер решил схалтурить и просто дубасил две фотографии с одного и того же айфона. Но это не так. Просто действительно. При дневном естественном освещении разницы в изображениях нет от слова совсем. Но это самые простые условия, с которыми довольно неплохо справляются китайские бюджетки баксов за 300. А вот при искусственном освещении уже есть разница. И виновником всему стал ночной режим, который автоматически включался, в среднем выставляя выдержку в одну-две секунды. Ну и нейронный модуль третьего поколения подсобил, в то время как на 10s он второго поколения. Изображение получает чуть больше света, картинка становится резче, надписи читабельнее, цвет тоже посочнее. Причем обратите внимание, это не искусственное выкручивание контраста алгоритмами как на китайцах, в которых картинка становится супер сказочной, но менее реалистичной. Блин, даже свет желтых фонарей они делают зачастую белым. А картинка на Pro Max получается естественнее и насыщеннее за счет более длительного экспонирования матрицы. И для этого не нужно отдельно запускать какой-то ночной режим, все работает в автомате. Ну кстати как и на последних Samsung. И чем темнее картинка, тем больше появляются деталей и больше разрыв с 10s max. Шумы тоже конечно растут, но разница впечатляет. Жаль что рабочее значение ISO как на фотиках не определишь. Тут только автоматика решает. Еще понравилось то, что в более сложных условиях изображения в Pro Max получаются более объемными. Опять же ключевую роль играет свет. Смотрите какого слона во дворе Москвы нашел. Это были сумерки и количество деталей на Pro Max впечатляет. Чайковский тоже порадовал, но на чашечку не позвал. Ночью с большим количеством фонарей и кучей искусственного освещения в целом разница будет не очень значительная. Также камера iPhone 11 Pro Max учитывает движение в кадре, и если оно есть, то выдержка ставится опять же минимальная. И прирост по свету или минимален, или его практически нет. Ну и готовьтесь к тому, что с включенным ночным режимом подвижные объекты будут размазываться и смотрится это не очень. Ночной режим конечно порадовал. Именно он, а не железо в целом вытягивает основную камеру. Ну алгоритмы конечно же вытягивают. И жалко, что его не реализовали в виде апдейта на предыдущие модели айфонов. Приходится пользоваться сторонним софтом. Но и не забывайте о том, что это не магия и длинная выдержка требует навыков. Неподвижности в ваших руках, неподвижности объектов и опять же это до определенных значений ISO. Если фоткаться во тьме вы получите не квадрат малевича как в предыдущих поколениях айфон, но из-за шумов никакой художественности в фотографии не будет. На телемодуль прошки установлен более светосильный объектив 2.0 вместо 2.4 и днем лишь на некоторых фотографиях при сравнении лоб в лоб можно разглядеть чуть лучшую резкость и четкость фото в новинке. Но разница в целом для таких простых условий съемки незначительна. При хорошем искусственном освещении новая светосильная оптика показывает меньшее количество шумов в тенях и вот это реально заметно. Ну и не забываем о том что основная заслуга это ночной режим, который также здорово нивелирует шероховатости крохотных сенсоров мобильных камер. Приложение при любом удобном случае на секунду, но ставит выдержку. Если раньше в помещениях я пользовался телевиком, ну очень редко, то сейчас чаще, но опять же магии нет и по сравнению с основным модулем шумов все равно больше. Просто ситуации когда можно применять телефотообъектив станет больше. То же самое касается и ночных условий. При достаточном искусственном освещении изображения будут практически идентичны. При среднем количестве света 11 Pro Max за счет ночного режима будет тащить. Но при очень низком освещении, да у прошки все будет лучше, но это лучше с точки зрения художественной фотографии все равно не будет играть никакой роли. Это технический брак. Ну и самый интересный модуль Ширик имеет три существенных недостатка. Отсутствие оптической стабилизации, низкая светосила и отсутствие ночного режима. Конечно благодаря нему количество открывающихся ракурсов резко увеличивается. Главное обращать внимание на всю экспозицию, чтобы к краям не сползали объекты которые потом существенно перспективно исказятся. Днем это более чем юзабельная вещь, но только днем. В условиях искусственного освещения и ночи можете сразу же забывать о кнопочке 0.5x. Картинка очень плохая и плохо все, начиная от количества света и заканчивая резкостью, шумами и деталями. Получается просто темное мыло. Складывается впечатление что снимаешь на камеру десятилетней давности. iPhone 3GS почему-то вспомнился. Хорошие новости для тех кто любит снимать портреты. Теперь у вас есть выбор снимать с размытием на телевик или на основную камеру. Поясню. Раньше режим портрет запускал телевик со слабой светосилой и брал информацию для размытия с основной камеры. И как только не хватало освещения получались отстойные фото по свету с большим количеством шумов и отсутствием резкости. А сейчас с появлением ультраширика камера может использовать основной сенсор с хорошим светосильным объективом. В iPhone 11 доступен только этот режим, так как телевика нет и портреты на 1Х получаются намного более качественными. Пусть и не с таким правильным фокусным расстоянием, как у телевика. При съемке на фронталку изменившееся количество мегапикселей с 7 до 12 при неизменившейся светосиле не дало никакого результата ни днем ни ночью. Но не забывайте, что теперь обычный режим селфи это кроп. На самом деле угол шире и по нажатию кнопочки со стрелочками вы сможете захватить больше пространства, а фичи автоматически включаются при повороте устройства. Это идеально подойдет для групповых фото и когда вам просто нужно больше захватить пространство. Подводим итоги по фото. Ультраширик и ночной режим это отличные инструменты для мобильной фотографии. iPhone наконец-таки догнал флагманы 2019 года по фото возможностям. А вот перегнал ли? Об этом можно будет сделать вывод, когда выйдет скорее всего грядущая прошивка iOS 13.2, в которой представят новую функцию Deep Fusion, которая значительно улучшает качество фотографии. Разочаровали светосила и отсутствие ночного режима на ультраширокоугольной линзе, а также невозможность собственноручной настройки выдержки. То что настроила автоматика, тем и пользуемся. Переходим к видео. Сначала о некоторых особенностях приложения, о которых я не рассказывал. Я говорил что во время записи видео невозможно переключаться на ультраширик без отключения записи. Так и есть, но только при съемке в 4к 60 фпс. Если пройти в настройки, и да они все по-прежнему находятся в тыльной части мира и поставить 4к 30 кадров, то при съемке видео можно переключиться на ультраширик. И это здорово. При плавном зуммировании во всем диапазоне заметно переключение между камерами. Это дело можно отчасти, но не на 100% нивелировать быстрыми наездами и отъездами. Но все равно будут небольшие скачки, особенно в плане светосилы и подстройки цветкора. Съемка видео в дневных условиях. Заметно улучшилась стабилизация. Картинка намного плавнее. Была устранена микротряска. И даже в динамических сценах все стало получше. Качество изображения как находилось на высоком уровне, так оно и осталось. Но благодаря стабилизации во время движения из-за сниженной тряски каждый стоп кадр на iPhone 11 Pro Max стал четче. Если вы стоите на месте и просто поворачиваете камеру, то при стоп кадре разницы вы не увидите. Но вот если вы находитесь в движении, практически любой стоп кадр на iPhone 11 Pro Max становится отличной резкой фотографией. В то время как на iPhone XS Max видно небольшие смазы. Еще сильнее порадовала стабилизация при съемке на телевик. Картинка очень плавная и без рывков. Такое ощущение, что снимаешь с гимбала. Даже стабилизация у ультраширокого угла, не имеющего оптического стаба, значительно лучше, чем у основного модуля камеры XS Max. Другое дело, что детализация уже на ультраширике 11 Pro Max похуже и количество света падает меньше. Для съемки экшена в дневное время пойдет. При съемке в позднее вечернее время какой-то разницы при съемке видео на основной объектив я вообще не заметил. Кстати, все записи представленные в видео я делал в максимальной 4К 60 кадров. Сравнивал их на 27 дюймовой IPS 5K Retinie. В ночных условиях смартфоны также выдают очень схожую картинку. На iPhone 11 Pro Max может быть чуть-чуть захватывается больше света, но опять же это незначительное улучшение. Количество шумов также идентично. Ультраширик даже показывать не буду. Он не юзабелен на фото ночью и такой же не юзабелен на видео. Съемка видео на фронталку. Это тест качества записи видео на iPhone XS Max и на iPhone 11 Pro Max. Сейчас я нахожусь возле Красной площади. Так, еще надо, разумеется, пробежаться. Теперь можно 4К 60 кадров. Кстати, видео в новинке снимается сразу с более широкого угла без кропа, в отличие от двух режимов на фото. А вот при съемке видео ночью фронталка XS Max захватывает больше света и в тенях видны детали, в то время как в 11 Pro Max там темные области. В остальном по шуму, цветопередаче и прочим параметрам все идентично. Хотя сама появившаяся опция 4К 60 фпс радует. Но ночью на фронталку я бы не снимал ни на новый, ни на старый смартфон. Итоги по видео. Основные изменения коснулись дневной съемки. И это улучшившаяся оптическая стабилизация как основного, так и теле-фото модуля, а также вполне юзабельный ультраширокий угол, но только днем в хороших условиях освещения. В остальном iPhone 11 Pro Max недалеко ушел от XS Max. И вообще изменения незначительные. Ну и небольшой опыт использования. В целом iPhone 11 Pro Max очень схож с тем, что предлагает iPhone XS Max, за исключением отсутствующего 3D Touch. Разумеется, это недостаток. Благо Apple частично эту функциональность заменила программным Haptic Touch. Меню 3D Touch на рабочем столе также открывается долгим удержанием. И так везде. В пункте управления, в инстаграме и так далее. Перемещать курсор по тексту можно по новому. Простым свайпом. По рабочей области. Да, лупы уже нет. Можно и по старому. Только удерживать палец нужно не в любом месте клавиатуры, а на пробеле. Чтобы выделить текст просто коснитесь вторым пальцем по клавиатуре и продолжайте выделение. Те кто не юзал 3D Touch в играх и специфических программах разницы особо не заметят. Ну разве что сами менюшки открываются чуть медленнее из-за того, что системе нужно понять, что вы долго удерживаете палец на месте. А с 3D Touch вы просто продавливали сильнее. И все. Работала мгновенно. По работе смартфона в операционной системе вопросов нет. В любом случае мелкие баги могут быть. Но это сугубо из-за свежего релиза iOS 13, который сейчас оперативно допиливается. Вон. За неделю два финальных апдейта с багфиксами вышло. Обновляться обязательно. Ну и под конец немного негодований от масс. Масса людей. Мол айфоны больше никому не нужны. Потому что нет очередей? Их то нет. Вот сфотографировал магазин в Москве за 3 часа до старта продаж. Из очереди только мойщик окон. Они вообще есть, но только за рубежом. Да и ценники там погуманнее чем у нас. Чтобы урвать айфон 11 про макс любого, а не только нового зеленого цвета нужно подождать 2-3 недели. Но я лично не разделяю этого негодования. Совсем недавно все кричали о том, что Apple офигели. Потому что они создают искусственный дефицит. Потому что существуют огромные очереди. И не только в день старта продаж. Потому что барыги вообще накручивают такие цены, что просто жесть. Когда смартфоны у нас официально не продавались в России. Теперь же, как белый человек, приходишь на старт продаж. Можешь покрутить мобилу. Определиться с тем, стоит ли ее покупать. Местные вообще заказывают онлайн. Все как вы хотели. Все как у других брендов. Многие ругают Apple за то, что в новых айфон изменений немного. Абсолютно с вами согласен. Совершенству нет предела. Только вот вы мне скажите, какие бренды сейчас на рынке выпускают новые смартфоны, кардинально отличающиеся от предыдущих. Чтобы ты вот взял свой Samsung Galaxy S9 прошлогодний, продал его и купил новый S10 на старте продаж. И сказал, да, это реальный новый юзер экспириенс. Нет. На презентациях, то что я сейчас вижу, это в основном выпускают такие, ну и представляют, такие функции, которыми ты вообще никогда не будешь пользоваться. Ну, разве что на старте продаж пару раз заюзаешь ее и отложишь в долгий ящик. Чем мне всегда нравилась Apple, так это то, что она выпускает те фиши, которыми ты будешь пользоваться, а не функция ради функции. Где революция? Ну хорошо, а у кого она сейчас есть? Гибкие смартфоны? Представили в начале февраля, целый год допиливали, в итоге только Samsung выпустили доработанную версию. И что? Есть очереди на старте продаж? Нет. Кто их покупает? Гики в основном и обзорщики. И то не факт, что покупают. Ну, ладно. Итоги по iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max. Разумеется, ни с iPhone XS, ни с iPhone X, если вы простой рядовой пользователь, на них переходить не нужно. Если вы увлекаетесь мобильной фотографией, вы знаете, зачем вам нужна эта новая камера. Вам нужна автономность или, например, больше дисплей. Допустим, если вы на данный момент пользуетесь iPhone X или XS с 5,8-дюймовым дисплеем, вот тогда стоит перепрыгнуть. А вот если у вас iPhone 8 и более старое мобильное устройство, и вы хотите получить какой-то совершенно новый юзер-экспириенс, например, в лице свайпового управления, вот тогда можно переходить на смартфоны с челкой. Не обязательно на самый новый iPhone 11 Pro Max за много денег. И вот тогда вы точно кайфанете. На этом все. Все дебаты переносим в комментарии к этому видео. С вами был Вадим Ищенко на канале ProTech. И до скорых встреч. Увидимся в следующих роликах. Пока-пока. Инстаграм. На наш инстаграм не забудь подписаться. Я там анонсирую новые видео. И там вы можете задать свои вопросы, самые интересные из которых я отберу и буду рассказывать про них в ролике. Собственно, как и в этом видео произошло. Так что ссылочка в описании. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok